Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Татьяна Тункуйсю и в начале коротко о главных темах этого выпуска. Работа с людьми, да, она сложная, напряженная, разный контингент у нас проживает. Полицейский из Канска принял участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Народный участковый-2024». В этом году начата работа над разработкой концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов на новый плановый период до 2036 года. В Красноярске состоялся третий межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов «Сибирский Ордиш». Современная драма – это «Море звезды Леандр», пьеса современного драматурга Марии Малухиной. Совсем скоро в Театре драмы зрителям покажут премьеру спектакля в рамках открытия театрального сезона. А сейчас обо всем подробнее. Полицейские задержали группу медиков-нелегалов. По имеющейся информации, 9 человек на дому платно лечили людей с зависимостями. Они ставили пациентам капельницы с сильнодействующими и психотропными веществами, не проводили диагностику и не соблюдали правила оказания медпомощи. Растворы вводили даже при неотложных состояниях. Из-за этого умерли три клиента. Подозреваемых задержали в Красноярске, Сосновоборске, Каннске и Железногорске. У них изъяли препараты, рецепты на лекарства, документы и деньги. Сейчас ищут других участников группы. Следователи возбудили уголовное дело. Скоро задержанным выберут меру пресечения. Максимальный срок по данной статье – до 10 лет лишения свободы. Стартовал первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». Участие в нем принимают сотрудники органов внутренних дел, которые состоят на службе не менее трех лет. В этом году на конкурс заявлены две кандидатуры – один из Каннска, второй районный. В прошлом выпуске новостей мы уже рассказали о Дмитрии Петрушенко. Сегодня познакомим вас с участковым из Каннска Сергеем Яблонским. Полицейский из Каннска – старший лейтенант Сергей Яблонский. Его рабочие будни насыщены, заключаются они как в решении острых вопросов, так и в профилактической работе. Например, на участке Сергея находится пансионат «Кедр». Полицейский часто посещает престарелых и проводит с ними различные беседы на важные темы. Накануне участковый рассказал пожилым, как не стать жертвой мошенников. Полицейский признается, работа хоть и сложная, но он доволен выбором профессии. Работа с людьми – да, она сложная, напряженная. Разный контингент у нас проживает на территории города Каннска. Но где-то охота помогать в плане того, что в различных проблемах просто как-то приносить пользу обществу. Довольны службой участкового и его коллеги. Руководитель отмечает, по своим профессиональным качествам Сергей заслуживает получение более высокой должности. И сейчас для этого получает высшее образование в Сибирском юридическом институте МВД России. В целом за 6 лет службы он зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Он зарекомендовал себя с очень положительной стороны. Прибыл не только один, привел с собой своих товарищей, которые вместе с ним были сослуживцы, которые сейчас продолжают службу также участковой службы города Каннска. Значит, буквально с первых шагов, как он только появился у нас в отделе, в нем было сразу видно его рвение, точка зрения его, отношение к работе. Он берется за каждый материал с таким чувством, с расстановкой, старается довести его до логического завершения с полной отдачей. При этом, если есть в материалах признаки уголовно наказуемых деяний, он обязательно доведет до логического завершения и возбудит по данному материалу уголовное дело. Напомним, конкурс «Народный участковый» проводится ежегодно в три этапа. До 20 сентября на официальном сайте МВД России по Красноярскому краю вы можете отдать свой голос за Сергея, чтобы именно он прошел во второй этап, который пройдет с 7 по 16 октября. А если он окажется победителем, то представит наш регион на всероссийском этапе. Кристина Куш, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В августе 2024 года в Красноярске проходил третий межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов «Сибирский Аргиш». В нем приняли участие творческие молодые люди из 11 субъектов Сибири и Дальнего Востока. Какие темы обсуждали на площадках форума, смотрите в нашем сюжете. Торжественное открытие третьего межрегионального молодежного форума коренных малочисленных народов «Сибирский Аргиш» состоялось в Международный день коренных народов мира. Праздник отмечается ежегодно 9 августа, чтобы привлечь внимание к проблемам коренных этносов и их роли в современном обществе. Коренные народы на сегодняшний день играют очень-очень большую роль именно перед теми вызовами, перед человечеством, которые мы знаем сегодня, в том числе сокращение биоразнообразия, изменение климата и, конечно, истощение ресурсов. Защита традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности коренных народов – приоритет государственной политики. На протяжении 25 лет в России действует федеральный закон о гарантиях и правах малочисленных народов. Регулярно принимаются новые меры поддержки. В этом году начата работа над разработкой концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов на новый плановый период до 2036 года. И в ней должны быть отражены как раз все те меры, которые предпринимаются сегодня общественным государством. На берегах Енисея проживают представители восьми коренных малочисленных народов Севера – Балганы, Кеты, Мганасаны, Ненцы, Селькупы, Чулымцы, Эвенки и Энцы. Всего около 16,5 тысяч человек. Основной темой третьего сибирского аргиша стало творчество коренных народов. У нас принципиально важно сохранять культуру, быт, традиции, искусство коренных народов, которые сегодня были так замечательны представлены здесь на выставке. На выставке в Доме дружбы народов Красноярского края Родина – изделия северных мастеров и индейские сувениры, предметы искусства. Художники Евгений и Юлия Поротовы представили книгу долганских сказок. Книга вышла по материалам, которые собирала моя мама, Суздалова Антонина Алексеевна, в Хаттонской тундре, еще присторожила. Очень тепло принял долганский народ, именно потому что она написана красивым, живым, современным русским и долганским языком. Технологии становятся частью жизни современных кочевников. Изучить культуру эвенков поможет проект «Умный чум». Это чум с искусственным интеллектом, который понимает своего жителя, разговаривает с ним и может подсказать переводы, и даже включать музыку и любой контент, который связан с культурой эвенков. «Аргиш» означает «караван оленьих упряжек». Это символичное понятие для коренных народов Севера. Форум дает возможность молодым представителям коренных народов встретиться, познакомиться и на мастер-классах, дискуссиях, круглых столах, обменяться опытом, изучить традиции и новые практики, которые помогут им реализовать свой жизненный потенциал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей и другая полезная информация. Оставайтесь с нами. Я в таком восторге. Наконец-то я попала в санаторий «Березка». Чувствую себя моложе лет на пять. Подлечилась, отдохнула. Настроение супер. Тут природа такая и кухня. Недорого, недалеко и классно. Приезжай. 23 и 24 сентября в город Канск в городском доме культуры по адресу Ленина 10 пройдет выставка распродажа меховых изделий. Шубы из норки от 50 тысяч, мутон от 12 тысяч, дубленки, а также женские и мужские пуховики, унты из Якутии. Действует акция «Меняем старую шубу на новую со скидкой 20 тысяч рублей». Кредит и рассрочка. При покупке норковой шубы мужской пуховик либо унты для женщин в подарок. В Красноярске на Северном шоссе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГАИ, 40-летний водитель Hyundai двигался со стороны солонцов в направлении авиаторов и не справился с управлением. В результате чего легковушка наехала на бордюрный камень слева по ходу движения. Затем ее отбросила в бордюр справа, а после она залетела под грузовик, который ехал в попутном направлении. В результате аварии водитель Hyundai скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Накануне поздним вечером пожарные выезжали на тушение одноэтажного жилого дома в Манском районе. Огонь повредил потолочное перекрытие и стены частного дома на площади 36 квадратных метров. С огнем боролись 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Никто из жильцов не пострадал. Практически в это же время в Уландске огнеборцы ликвидировали возгорание в двухквартирном одноэтажном доме. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление внутри квартиры номер 1. До прибытия пожарно-спасательных подразделений один человек эвакуировался. Огнем также повреждено потолочное перекрытие на площади 10 квадратных метров. Причиной пожара стала неисправная электропроводка. На Таймыре сотрудники полиции совместно с представителями рыбнадзора выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов. В ходе мероприятий, проводимых в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина» в Дудинке правоохранителями был остановлен автомобиль «Нива». При проверке багажного отделения полицейские обнаружили рыбу белых пород, а также рыболовные сети и надувную лодку. За нарушение правил, регламентирующих рыболовство в отношении мужчины, составлен административный материал. Вся добыча и орудия улова были изъяты. Каннский драматический театр готовится к открытию нового 118-го творческого сезона. Какой спектакль в рамках открытия увидят зрители, расскажет моя коллега Алена Алексеенко. Я вот-вот выскочу, это всего секунду длится. А что делать, когда длинно страшно? Первой премьерой нового театрального сезона станет стереодрама «Море, звезды, олеандр». Эскиз спектакля был представлен зрителям, а также известным театральным критикам Павлу Рудневу и Елене Жадько, специально приглашенным для работы на лаборатории. Эскиз тепло приняли присутствовавшие на показе. Современная драма – это «Море, звезды, олеандр», пьеса современного драматурга Марии Малухиной. Эта работа вышла из лаборатории. Почти год назад у нас была лаборатория, которую организует театр Павел Руднев. И мы показывали вот этот эскиз, какую-то часть. Но в основном мы сделали достаточно большой охват получился материал, поэтому сейчас нам оставалась задача доделать только финал. Сейчас эскиз получил продолжение. Любителям театра предстоит увидеть развязку этой волнующей, немного детективной истории. Драматургу Марии Малухиной удалось выразить тончайшие нюансы, переживания и сомнения, растерянности и колебания юной героини. Пьеса написана с огромным уважением к подростку, к его хрупкому и легко ранимому внутреннему миру. Зрителям во время показов находится на сцене. Это возможность погрузиться в атмосферу спектакля, почувствовать пульс и дыхание актеров, пережить сопричастность с происходящим. Премьера состоится 29 сентября. На эту дату билеты уже раскуплены. Те, кто пропустил премьеру, но хочет увидеть это захватывающее действие, смогут приобрести билеты на октябрь. Алена Алексеенко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. На этом наш выпуск завершен. Если вы стали очевидцем интересного события и хотите этим поделиться, сообщите в нашу редакцию по телефону 2-35-65. Ну а теперь смотрите рубрику «Полезно знать». С вами была Татьяна Тункуйсю. Всего доброго. До свидания. Магазин «Трактор-Деталь» приглашает к сотрудничеству руководителей сельскохозяйственной и лесной отрасли, компании, владеющие спецтехникой, фермеров, а также всех любителей тракторов и автомобилей к длительному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы обеспечиваем качественными запчастями всю восточную группу районов. С нами надежно. МВД предупреждает. Это мошенники. Телефонные аферисты придумали новую схему обмана. Они заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкупу их близких. Как это работает? Здравствуйте. Это Мария Петровна? Да. А кто говорит? Старший следователь Зуйков. К нам поступила информация, что за вами следят преступники. Преступники. Боже мой, ну зачем? Планируют похищение, чтобы завладеть вашей квартирой. Как же так? Что же мне делать? Слушайте внимательно. Мы идем по следу преступников. С вашей помощью мы их обезвредим. Но у нас очень мало времени. Никому не сообщайте о нашем разговоре. А дочери можно? Я же сказал, никому. Соберите вещи на три дня и отправляйтесь в безопасное место, которое я вам назову. По пути избавьтесь от телефона. Купите в магазине новый аппарат, новую сим-карту и перезвоните мне. И что же будет дальше? Аферисты заселят жертву в модель, убедят несколько дней ни с кем не вступать в контакт, якобы пока преступники не будут пойманы. А в это время... Это Наталья Сергеевна? Да. Ваша мать находится у нас. Если хотите получить ее живой, заплатите 2 миллиона рублей. Будьте бдительны. Это новый вид телефонных мошенничеств. Так называемое похищение. Преступная многоходовка, когда обманывают сразу двоих. Одного убеждают спрятаться, а другого, что его родственник похищен. Кто в зоне риска? На удочку преступников может попасть любой. Но самая уязвимая категория потенциальных жертв – пожилые люди. Запомните! Задача аферистов – напугать. Заставить человека действовать вопреки здравому смыслу. Руководствоваться эмоциями. Самое сильное из которых – страх. Что делать? Не доверяйте телефонным незнакомцам, кем бы они ни представились. Никогда не следуйте инструкциям неизвестных, полученным по телефону. Позвоните близким и расскажите о случившемся. Именно они чаще всего ломают планы злоумышленников. Не становитесь легкой жертвой аферистов. Если боитесь, что близкого человека похитили, немедленно звоните в полицию. МВД предупреждает. Это мошенники. Редактор субтитров А.Семкин